Всем привет! Вы на канале Зимина Татьяна. Если вам нравится игровой контент по The Pet, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. А также не забывайте, что есть группа ВКонтакте и группа в Телеграм. Все ссылочки будут у нас в описании под видео. Ну что ж, по названию вы уже поняли, что сегодня будем проходить квест Ральфа Лорена. На самом-то деле Лорена звали не Лорен, не Ральф Лорен, а Левшиц. И рос он в еврейской семье в бедном квартале Нью-Йорка. Отец его работал маляром и с трудом обеспечивал четверых детей и жену. Но после того, как он побывал у приятеля и состоятельной семьи, он поставил себе цель также добиться успеха и быть богатым. Ну что ж, по ходу пьесы я вам расскажу еще много интересных фактов, а сейчас давайте посмотрим. Мы заходим в локацию Лорен, давайте просто буду говорить Лорен, потому что я имя не могу выговорить. Итак, какие у нас с вами будут подарки, призы? Это два скейта. Не знаю, почему скейты решили добавить, а не одежду, но вот так вот решили разработчики. Итак, первое, что нам просят по квесту, это сфотографироваться на фоне пейзажа у балкона. Значит, есть там активная ручка, где можно пить кофе, если приблизить. И можно фоткать сзади, просто обычная фотография и квест засчитают. Не забудьте нажимать кнопочку «Завершить» и смотрим следующее. Для этого нам надо спуститься вниз на второй этаж и взять в холле мужскую одежду. Так вот, пока она там бежит, я вам могу рассказать дальше. Что после того, как Лорен отслужил, он пошел работать в магазин мужской одежды. А после стал работать в компанию в пошиве галстуков. Вот здесь берем мужскую одежду и относим в мужской отдел вот сюда. И нам квест засчитали. Так вот, он предложил по пошиву галстуков вот в этой компании улучшить и сделать галстук шире. Но отказали. И дальше он решил просто открыть свое производство галстуков. И его поддержали. И крупный магазин решил закупить большую партию. И дальше стала расти и развиваться его компания. Так, следующее. Что нам? Следующее. Нам просят сделать селфи в женской зоне. Ну, я так буду говорить, да, чтобы вам понятно было. Вот в этой светлой зоне. Делаем селфи. Нам тоже засчитывают. И дальше что у нас сейчас посмотрим по квесту. Так, вы засчитали. Расслабьтесь чашкой кофе. Для этого нам надо подняться на второй этаж в кафетерий. И взять чашечку. Так вот, что у нас там еще? Логотип, кстати, вы знаете этот известный логотип. Игрок в поло на лошади. И дальше успех у нас пошел. И одевал он в костюмы для экранизации романа Гэтсби. Вот, кстати, я посмотрела еще. Там не просто чашку кофе. Там надо было еще сделать селфи с чашкой кофе, чтобы чашка кофе была видна. Так вот. Кстати, он еще написал книгу, дневники коллекции. Он использовал в своих коллекциях, отказался, точнее, от использования натурального меха. И одевал на, он был донский турнир теннисистов. А еще, кстати, он делал дизайн одежды для американской сборной на Олимпиаде в Пекине. Так, следующее, что нас просят, это позировать как модели в холле. Ну, там есть, в холле я не нашла, честно говоря. Но засчитали мне в женской комнатке. Вот, идем налево. И несколько вариантов я садилась. Меня не засчитывали. Кстати, там, где кубики, там есть разные варианты. То есть, вы садитесь, стоите, садитесь, стоите. И разные позы. Вот, с краю справа мне засчитали. Так, давайте посмотрим следующее, что... А, идти на причал. Ну, так что спускаемся вниз. То есть, выходим полностью из здания. И спускаемся на причал. И пока она бежит, я продолжу. Помните, я говорила, что он создавал дизайн одежды для американской сборной? Так вот, дизайнера раскритиковали за то, что одежда для спортсменов была изготовлена в Китае. Поэтому олимпийская коллекция для Олимпиады 2014 года была выполнена в США. Причем, даже сырье было привезено из Америки. Следующее, что нас просят, это обратно в кафе вернуться и сделать селфи с меню. Так что мы бежим обратно. Кстати, я вычитала, что не только логотип игрока в поло, а еще есть поло, бир, медведь. А как все это произошло? В 91 году сотрудники Лорена подарили своему боссу, его брату Джерри, плюшевых медведей. И они сделали не просто подарок, да, а еще одели так, как любит дизайнер. И в итоге Ральф решил, что бренд должен продаваться в их магазинах. И первый тираж медведей, 200 штук в одежде, сделанной на фабрике Лорена, был продан за одни выходные. Так вот, сделаем фотографию. И нам квест засчитали. Давайте посмотрим, что там дальше. Так. Ознакомьтесь. Ну-ка еще раз мне, пожалуйста. А, покажите свой наряд. Ну окей, хорошо. Для того, чтобы показать свой наряд, мы бежим. А куда мы бежим? Мы бежим вниз опять. Там надо взять сумочку, просто я не все прочитала. Там надо взять просто пакет и с ним сделать селфи. Ну смотрите, первый вариант. Это он лежит на столике. Я, это я делаю с нуба. Я делала же, я не нашла здесь на столике первый раз. И делала сосновые в женской комнате. Там тоже на столе лежит эта сумочка. Так, и нам... А, так и все. Ой, так быстро мы квест прошли с вами. Я даже не успела ойкнуть. Так вот, смотрите. Теперь заходим в любую локацию, нажимаем на рюкзак рядом с чатом. И у нас два скейта, на которых вы можете кататься в любой локации. На скейтах, смотрите, не просто, они еще анимированные. То есть, там свет такой синий прикольный. Тут локация, кстати, можно бегать как-то. Я не помню только, как это делать. Там, в общем, какие-то соревнования устраивать. И вот, смотрите, тут вообще шикарно. Только дальше меня не пускают. Так что можно побегать, покататься на этом скейте. В принципе, в любой локации. Забавно. Так, и давайте посмотрим еще второй. Да, там надо завершить. Нажимаете, и скейт убирается. И второй скейт. Там у нас, ну-ка, там чуть-чуть другой цвет, по-моему, у нас идет. Если там был синий, здесь немножко другого цвета. Ну, скейты достаточно распространены. То есть, можно в любой локации. Ой, не в любой локации. Я не помню, где-то я отдельно, по-моему, покупала. Даже в этой сумке, по-моему, я покупала. Ну что ж, ребята, надеюсь, квест вам был полезен. Информация интересна. Подписывайтесь на канал. Пишите свои комментарии. Ставьте лайки. А я с вами на этом прощаюсь. Увидимся на следующей неделе в среду. Всех люблю, целую, обнимаю, обожаю. И всем пока-пока.